Друзья, всем привет-привет! С вами я, Таня Нагорнова, и сегодня у нас небольшое видео на тему крашусь и болтаю. Покажу сегодня много своих новинок, что-то из этого старинок, но то, что я не показывала на канале косметики. Например, палетку Plain Jane Remastered от Адепта, Визиарт у меня здесь есть, новая помадочка от Киллиан, на минуточку, Люкс Люксович. В общем, будет такое легкое болтательное видео. Если вам такие видео нравятся, пожалуйста, ставьте мне пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и давайте уже начинать. Ну и давайте начнем, наверное, с оформления лица. Я уже нанесла на себя тон, нанесла на себя консилер от Dior вот такой интересненький из серии Dior Backstage. Я сейчас видела, что байеры активно выкупают эти консилерные, не только, и другие, точнее, продукты Dior на зарубежных сайтах. Но я решила, что это как-то будет скучно, неинтересно, просто тоналкой консилера, поэтому давайте перейдем к другим шагам макияжа. А именно, воспользуюсь вот таким бронзером от Catrice в запеченной формуле, который мне очень нравится. Это Sun Lair в оттенке 010 Sun Kissed Bronze. Тут написано, хорошенький такой бронзерочек с легким-легким сетиновым свечением. Так, сказала я и оставила жуткое какое-то пятнище, потому что не туда смотрела. Надо в зеркало смотреть, а не в видоискатель. Но ничего, сейчас мы это все с вами разровняем, растушуем. Если что, я сверху пудры пройдусь, ничего страшного. Хотела сегодня с вами обсудить несколько моментов. Первые моменты, конечно, связаны с новинками в моей косметике, конечно, показать их. Но и в том числе хочется о ней поговорить на несколько тем. Первая тема это, откуда вы вообще полюбили, как вам кажется, косметику. И также немного рассказать о своих обновлениях последних в жизни. Вот. Поэтому, наверное, давайте я с первой же темы и начну. Мне просто как-то раз уже спрашивали, почему, как мне кажется, я настолько полюбила косметику. Я как-то уже рассказывала, что я косметикой увлекаюсь довольно давно. Где-то лет с 13. Ну, в принципе, вот как я только, в принципе, захотела становиться более женственной, как-то одевать красивые платья, красить ноготочки. Вот в этот же самый момент я заинтересовалась косметикой, но у меня ее никогда не было. У меня мама из тех женщин, которые в лучшем случае красятся помадой и карандашом для бровей. У нее даже туши для ресниц никогда не было. Поэтому я безумно просто хотела все эти косметические штучки. Я приходила в гости к подружкам, у которых по тем временам, у мам, точнее, не у них, самих у мам были огромные раздвижные палетки Ruby Rose на там 5 этажей, и помады, и тени. Господи, как мне это все хотелось! И вот почему я на эту тему еще подумала, что интересно будет с вами обсудить. Потому что беру румяшки от Benefit в оттенке Шелли. Потому что один раз мне в комментариях написали такую интересную вещь, что я по гороскопу дева, ну и поэтому понятно. Раз вы дева, значит вы и должны любить косметику. Потому что это такой знак зодиака, который любит прихорашиваться. И я на эту тему задумалась. И у меня немножечко другое мнение. Дело в том, что, простите, кого это обидит, но я не верю в знаки зодиака. Ну правда. Надеюсь, меня не закитают за этими тапками. Ну да, я не верю ни в какие знаки зодиака. И я лично могу в себе найти черты от любого знака зодиака на свете. Просто если читать описание. Ну вот мне так кажется. У меня вот такой глупый мозг для кого-то. Строго технический склад характера, математический. Мне вот эти вот какие-то сферы метафорические, они не близки. Вот. А что мне кажется? Почему же все-таки меня еще в детстве настолько потянуло в косметику, что до сих пор я вынырнуть не могу. Беру тем временем вот такой гель для бровей от NYX. Thicket Stick It в светленьком оттенке taupe. Мне кажется, что лично в моем случае вот эта любовь к косметике обусловлена несколькими моментами. Первый момент, что я всегда была склонна к какому-то коллекционированию. Я прям, правда, еще с детства коллекционировала вырезки, картинки, наклейки с Бритни Спирса, Натальи Рейера. Не все мои одноклассницы этим увлекались, но были девочки. Ну, по тем временам их даже было довольно много, которые вот этим коллекционированием увлекались. И я вот прям была в их рядах. У меня вот сам процесс коллекционирования, он мне доставляет удовольствие. Там смотреть на свою коллекцию, прибирать и так далее. Вот. Второй момент. Это то, что, возможно, дефицит этой косметики тоже сыграл определенную роль. Потому что когда мне вот именно сильно ее хотелось, у меня ее не было, ни у мамы, ни денег не было, и денег мне не давали. Я там первый карандаш для глаз, чтобы купить серебристый, я там копила чуть ли не полгода. В итоге пошла там в магазин, купила там дешевый китайский серебристый карандаш. Для меня это было просто великое событие. Вот. И в этом, мне кажется, тоже что-то есть, потому что, например, у моего ребенка нет такого благоговения перед книгами, которые были у меня, или перед игрушками. У него это в большом доступе. Он только подумает, что ему там хочется новую книжечку. Мы сразу радостно, и я, и наши бабушки покупаем их. Вот. И у него как-то от этого желание притупляется, мне кажется. Ну, например, иметь там большое количество книг. У него их всегда много. Если он только захочет, он получит еще. И, ну, не так сильно и хочется. У меня в свое время было не так. Я прям мечтала какую-то косметику приобрести, этим накраситься. У нас девочки распространяли каталоги Avon и Ariflame. Я реально их листала, мечтала о том, что я хочу купить. Но вот, к сожалению, денег не было. Возможно, тем самым в детстве я так себя и накрутила. В детстве это значит лет 13-14. Давайте, наверное, сейчас пока накрашусь помадкой. У меня есть вот такая класнючая помадка от Killian. Посмотрите, какой здесь футлярчик. Он такой резной, тяжеленький. Но на самой помаде тут ничего такого особенного нет. Просто буквка K прописью. Логотип марки Killian. Вот так. Взяла я ее в оттеночке 268 Matte Nude for Love. Nude for Love, наверное, называется. Это теплая помада. Смотрите, она почти бордово-оранжевая. Но под мой теплый потон нежности она подойдет неплохо. Это, да, матовая причем формула. Сразу такое темное пятно в кадре появилось. Аж страшно. Но, в принципе, выглядит, мне кажется, неплохо. Мне такие цвета идут. В жизни я позагорелее смотрюсь, чем сейчас на камеру. И, да, выглядит неплохо. Возможно, чуть зубы желтит, но ничего поделать. У меня теплый потон нежности. Мне холодная помада, там холодный алый и не подойдет. Что могу отметить у Killian, я раньше слышала, что они как-то должны супер волшебно пахнуть, как ароматы Killian. Так вот, эта помада пахнет как знаменитый аромат Good Girl Gone Bad. И мне, если честно, что тот аромат не нравится их классически. А здесь какая-то еще утрированная версия. Это очень приторно-сладкий персик. Просто немножечко такой схемозенный, с каким-то цветочком. И аромат настолько яркий, что на таком расстоянии я прекрасно слышу этот аромат, и он мне не нравится. Поэтому главная фишечка вот этой помадки, она мне, к сожалению, не зашла. И ее сейчас, ну, вдруг, если вам такое нравится все же, и давно вы хотели помадки Killian, то я ее покупала в RevGosh. И на тот момент, ну, это где-то неделю назад, там был достаточно большой выбор оттенков. Так, ну и давайте продолжим дальше про тому, на тему того, откуда появилась любовь к косметике. Так, дефицит я вам уже сказала. И следующий пункт, который я хотела вам рассказать, это, конечно же, то, что я люблю с детства рисовать. Я там с трех лет рисую, делаю это везде, постоянно, на салфетках, на альбомах, везде, где только можно. Я закончила художественную школу и даже поступала в свое время в институт для дизайнера. Поступила на бюджет, но в последний момент передумала и перевелась на другую специальность, не связанную с дизайнерской деятельностью. Но вот что-то такое, творческая жилка, она во мне живет. Я до сих пор люблю рисовать, но сейчас уже последние лет шесть, наверное. Делаю это просто безумно редко. Ну и в первую очередь это связано с тем, что у меня нет на это время, чтобы писать маслом. Надо очень много времени. Там только краски правильно на палитру выдавить. У меня занимает минут 25-30, а пока мольберт, хост, вот это все сделаешь, это просто. Надо по-хорошему, как я люблю рисовать это, надо сесть и посвятить этому минимуму один день. А лучше не один день. Там некоторые картины не грех, не грех и пописать там на протяжении месяца. Времени у меня этого нет уже давно, но я в том числе компенсирую свою вот эту творческую жилку своим вот этим увлечением косметикой. Так, тем временем я беру палеточку, которая называется Warm Edit. Продается сейчас от бренда Viziar. И Viziar сейчас у нас продается просто везде. Я какие-то палетки Viziar покупала у нас в Золотом Яблоке, какие-то покупала в Литуаль и какую-то, по-моему, вот эту я конкретно в Литуаль купила. И были также палетки, которые я покупала на сайте make-up-spb. По-моему, так он называется. Вот, тоже очень классный сайт, мне понравилось. Там есть промокоды на скидки и вообще нет никаких нареканий на этот сервис. Захотелось мне побольше окунуться в марку Viziar, тем более, что у нас сейчас очень мало новинок продается. Немножечко душа тоскует периодически, тем более, ну, когда есть возможность, такой классный французский бренд попробовать, пополнить свою коллекцию. И, как вы видели, в августе, да, по большей части в августе, я очень много напокупала палеточек Viziar, и не все из них даже, ну, толково разносила на данный момент. Так, я пока что пользовалась вот этим оранжевым оттенком. Думаю, сейчас возьму, прям той же пушистенькой кистью, вот этот средний коричневый оттенок, и буду рисовать им рамочку уже вот тут вот с внешней стороны подвижного века. Ну, и давайте продолжим нашу тему. Хочу еще последний пункт, так сказать, четвертый уже выходит посвятить. Почему моя любовь в косметике появилась? Это, наверное, то, что меня родители, и, точнее, моя мама никогда не говорила, что я красивая. Точнее, она говорила наоборот, что в детстве, знаете, когда все девочки подходят к родителям, говорят, мам, мам, скажи, я красивая, я красивая. Так вот, мои родители мне всегда говорили, нет, ты некрасивая, но ты очень симпатичная, у тебя приятненькая внешность, ты очень миленькая, симпатичная. Вот, почему-то, когда я была в подростковом возрасте, конечно же, мозг так избирательно работает, то, что я слышала только первую половину фразы. Ты некрасивая, но. Вот то, что идет после но, мне как-то мозг не воспринимал, не слышал, поэтому в этом возрасте, наверное, когда моя психика формировалась по большей части, у меня было очень много комплексов. Я просто по поводу всего на свете комплексовала, мне не нравилась ни одна черта лица на себе, то есть я помню, что я даже там как-то переживала, что люди говорят, что там, я не люблю свой нос, я не люблю свой подбородок, губы. А я, когда мне было 13-14 лет, я всем говорила, что мне не нравится просто в себе ничего, ни одна часть. И подбородок у меня не такой, нос большой, губы там не такие, вот просто мне правда искренне. Это не то, что было какое-то лукавство, мне все на себе не нравилось. В том числе, возможно, сработал у меня психики такой триггер, что если я такая какая-то не такая, не очень красивая, надо себя украшать. И, наверное, с той поры как-то у меня это все и повелось, что я как-то полюбила косметику, и со временем, с течением времени, как-то уже в более поздние годы, когда мне было лет 17-18, уже начала часть комплексов уходить. Когда я стала старше лет 20-25 и другая часть комплексов, и мне кажется, вот где-то лет 29-27, ну вот где-то более позднем в таком самом периоде, я сейчас могу с уверенностью сказать, что вот что касается внешности, тут у меня комплексов не осталось. Да, вы можете написать, что у меня внешность там не самая идеальная, не какая-то я там супер-пупер красавица писаная, но мне не важно. Честно, мне и не важно, что вы напишите по поводу моей нежности, потому что я сама про себя все знаю, меня чужое мнение, к сожалению, наверное, или к счастью, по поводу своей нежности не интересует. Поэтому вот такую критику там, что я там не так одеваюсь, не так крашусь, не так что-то еще делаю с собой, у меня это просто пролетает мимо своих ушей, потому что я знаю, что я одеваюсь, крашусь и вообще создаю такой образ самой себя, какой комфортен именно мне. Я не делаю это ни для мужа, ни для других женщин, ни для окружающих. Вот такой образ, который у меня сейчас, он именно мне комфортен в данный момент времени. Так, возьму коричневый карандашик. И поэтому мне абсолютно, ну даже и не интересует мнение окружающих на этот счет. Нравится там кому-то что-то, не нравится. Я в любом случае подстраиваться под других людей и не хочу. Там даже если кому-то, мне уже писали там про мои морщины на лбу, подкачать губы, уменьшить в нос, не хочу ли я сделать с блефаропластику. Девочки, абсолютно ничего не хочу. Вот просто в один прекрасный момент я, конечно же, это не просто так произошло. Я работала над собой и сама, по большей части, сама читала книги, смотрела различные лекции психологов в свое время и пришла к такому абсолютному принятию себя. Если бы даже мне предложили сейчас какие-то операции в подарок или даже бы за них заплатили, там, уменьшить мой нос, сделать его голливудским носом каким-то идеальным или накачать губы, или уменьшить губы, или что-то еще такое сделать, там, да, вот блефаропластику у нее в том видео писали. Ну, я не хочу, если честно. Я, правда, приняла себя такой, какая есть, полюбила, но вот моя любовь к макияжу это нечто другое. Это не для угоды окружающих, это мое творческое я, мое проявление. Поэтому, наверное, у меня в том числе и такие безумненькие бывают макияжи. Может быть, я не так часто их выкладываю на свой канал, но в жизни мне часто говорят мои знакомые, о, опять у тебя там что-то яркое, прикольное такое на глазах. Ну, да, я люблю такое, я люблю экспериментировать с цветом, мне это нравится. Вот, кстати, с формой я не очень часто экспериментирую, и надо бы это исправить. Хочется мне такую рубрику даже внедрить на свой канал, где мы бы с вами повторяли какой-то макияж из интернета. Потому что есть такой момент, что привыкаешь как-то по-определенному краситься, и уже как-то не воспринимаешь себя с другой формой глаз, бровей. Это же, в принципе, тоже прикольно и интересно попробовать, какие-то новые яркие макияжи в том числе. Да, или наоборот нюдовые. Кто обычно делает и яркие, попробовать себя в нюдовом образе. Наверное, вот в ближайшее время вот чем-то такое я сниму. Потому что косметики у нас с вами у всех много, в все время гнаться за новинками не вариант. Но вот что-то интересное придумать, сделать со своей косметикой, это, мне кажется, прикольная идея. Скажите, что вы думаете по этому поводу. Так, я тем временем уже практически закончила свой рыжий макияж. Просто осенние с большой буквы О. И готова перейти к сияшечке на подвижные века. Конечно, можно было ее взять отсюда. Хотя здесь только одна такая по-настоящему сиящая золотишка. Остальное тут такие сатинчики. Но мы с вами пойдем немножечко другим путем. Я возьму вот эту палеточку от Адепт Плейн Джейн и возьмем какой-то из этих оттеночков. Сейчас посмотрим, что нам сегодня подойдет больше всего. Так, чтобы еще не сливалось сильно. Такие три варианта. Может вот такое, чтобы контрастненько было. Либо уже не париться, вот этот красный сделать. Наверное, я его и сделаю. Он как бы самый осенний из этих оттенков. И давайте его нанесем. Сейчас Байеры, я видела, собирают. Заказы на эти палетки точно видела у Елены. По-моему, у Полины Космы тоже видела. Так что, если вам хочется палетку таких доокромных оттенков, то, пожалуйста, все у нас пока что, по крайней мере, можно достать. Единственное, что мне вот в этой Плейн Джейн не понравилось, хотя я ее не могу сказать, что я супер прям подробно тестил. Может быть, не все оттенки я прям постаралась раскрыть. Но мне не понравилось, что вот эта доохромность, которая видна на сводчиках, она не особо видна на веки. По крайней мере, в некоторых оттенках. В некоторых это примерно в 50% этой палетки. Красивые доохромы на сводчиках, но на веки они такие скромненькие. Так, хочу тем временем нанести какую-то сияшечку в уголочек глаза и возьму опять-таки из этой палетки самый светленький оттенок. Как раз он с розовым бликом. Кайф. Смотрелся как беленький. На самом деле это бело-розоватый. Похоже на что-то наподобие роз и повеснушек от Тами Танука, только здесь более розоватый такой блик, а не оранжевый. Так, продолжаем. Тем временем хочу накрасить резницы тушью. У меня тут такая классная новинка появилась. Ну как новинка, она у меня старинка. Этот тушь у меня появился в бьюти-боксе от Елены Крыгиной еще, наверное, год назад. И только сейчас у меня до нее руки дошли. Называется On & On Balm Mascara от бренда Evo Mosaic. И последнее время я пользовалась тушами от Лоры Мерсия и Клиник. И они такие какие-то были. Ну нормальные, но ничего особенного. Что я супер удивилась, когда начала вот этой тушью пользоваться. Она так классно, мои ресницы вообще разделяет, подкручивает, дает им объем. При этом кисточка здесь такая маленькая, аккуратненькая. И хорошо верхние и нижние ресницы прокрашивает. Ну так я красивенько накрасилась. Последний штрих, надо, наверное, мне взять... Ну как последний штрих, возьму свой старенький хайлайтерик от Pet McGrath золотистый и нанесу на скулы. Хотела вам также сказать, что у меня есть еще одна новость. Это то, что я в следующую среду начинаю марафон оздоровления, который мне называется Detox Marathon. Пожалуйста, не кидайте меня тапками. Я прекрасно знаю, что Detox это печень, почки, легкие, лимфы и так далее. Наша система организма. Но вот как-то у меня так повелось, что в свое время мне маркетолог посоветовал сделать такое название более хайповое. Ну и почему бы и нет. В принципе, это марафон не про клизмы и глистогонение. Это марафон, в котором я использую лечебные протоколы питания для того, чтобы немножечко восстановить свой ЖКТ, сделать так, чтобы кишечник как следует заработал, помочь своему желчному пузырю и печени. В общем, такой марафон оздоровления. Очень жду тех, у кого есть какие-то проблемки по этой части, у кого есть прыщи, какие-то проблемы с несварением, например, еда, как камень падает. После жирной не можете есть, жареной не можете есть. И не имеется в виду, что такой дискомфорт ощущаете после еды, не любите такую еду, например, или плохо мясо перевариваете. Девчонки, всех вас там жду. Буду еще проводить серию эфиров на следующей неделе бесплатных. Хочу обязательно провести, как определять дефициты витаминов без анализов. Там расскажу про основные симптомы дефицитов, там витаминов А, Е и так далее. И также хочу еще второй бесплатный эфирчик провести на тему того, почему так важно заботиться о состоянии своего желудочного и кишечного тракта. В том числе, откуда берутся эти дефициты витаминов. Часто это связано как раз таки с пищеварением. В общем, вот такие у меня цели намечены. В следующую среду буду уже стартовать этот маленький марафончик. Он стоит 1500 рублей. Если вас заинтересует, пожалуйста, переходите на мой сайт, записывайтесь или подписывайтесь на мой телеграм-канал. Будут скоро подробности все. Но это так. Маленькое лирическое отступление для тех, кто интересуется мной, возможно, и хочет поучаствовать в моем марафоне по такой бюджетной цене. Так, ну а я тем временем накрасилась. Вот такой осенний у меня макияж получился. У меня, в принципе, и было настроение сделать такое что-то в цветах, красках осени. Продукты здесь подобрались классные. Мне нравятся, в принципе, и палетки от Viseart. Да, тут очень скучные сияшки бывают. Вот, например, в этой палетке стоит внимание только один вот этот золотистый оттенок. И то он немножечко так хлопушками идет. Остальное, ну вот просто. Такие сатины обнять и плакать. Ну, может быть, кто увлекается Шанель или Диор палетками, вам такое понравится, потому что это суперскромненько. Но зато здесь классные, матовые. Более того, они переставляются из палетки в палетку, и можно составить что-то свое, что-то новое. Румяшки от Benefit. Я тут не первый раз уже ими пользуюсь, но какой-то волшебной магии, если честно, я не поняла. Да, Benefit пока в России нет. Ну и ладно, потому что это обычный, ракушечный, как они сами говорят, розовый оттенок. Неплохо выглядит на щеках. Может, этим еще и добавить чуть-чуть можно. Но ничего такого, ради которого прям стоило бы гоняться, переживать. Нет, абсолютно нет. Помада от Killian. Безумно красивый футляр. Просто футляр в сумке носить, все подумают, какая вы женщина. Богатая, влиятельная, такое оно весь ты красивый, с такой резным рисунком. Но скорее советую покупать тем, кто обожает аромат Good Girl от Killian, хочет его как можно чаще слышать, этот аромат. И не только от себя, не только в виде парфюма, но и в виде помады. А так, прекрасная помада, она такая ненаглухо матовая. Здесь есть как будто легкая, более влажный финиш. Не сказать, что это сатин, не сказать, что кремовый. Но она так толстенько ложится. Очень пигментированная, как вы видите. И в принципе выглядит, как мне кажется, неплохо. Расскажите, пожалуйста, комментарии. Как вы думаете, откуда у вас взялась любовь к косметике? Какие были ваши предпосылки к тому, чтобы стать бьюти-маньяком? Как давно вы вообще увлекаетесь этой косметической темой? Мне будет безумно интересно. Ну а я на этом на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной сегодня. Скоро увидимся в моем новом видео с покупками косметики. А я на этом на сегодня с вами прощаюсь. Большое спасибо за внимание и всем пока!